Мы не можем засунуть человека в томограф и увидеть там депрессию. Мы же все тревожимся постоянно обо всем. Я ничтожество, я недостоин любви. Многие же еще за антидепрессантами приходят. Ликошетом, на следующий день у тебя будет паранойя, депрессия умноженная на 10. Просто день сурка какой-то. Это все реально работает. Точка опоры всегда внутри. Продолжение следует... Меня зовут Елена Войцеховская, я медицинский журналист. Сегодня разбираемся с внутренними демонами. Вместе с гостем, врачом-психиатром, наркологом Василием Шуровым. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас видеть. Взаимно. Василий Шуров, психиатр, нарколог, врач скорой помощи, главный врач клиники. Все знают, что пить нужно бросать, курить нужно бросать, обязательно похудеть для того, чтобы быть здоровым, не есть много лишнего. И хорошо спать. Все знают, но никто не делает. Почему? К сожалению, когда мы говорим о привычках, это очень устойчивый паттерн поведения. Доказано, что это определенная нейросеть в голове, достаточно серьезная, поддерживаемая большим количеством нейронов. И действовать по привычке мозгу проще. Допустим, схватил негативную эмоцию, и человек знает, что алкоголь в моменте тебя там расслабит, успокоит. Вот алкоголь у нас универсальное средство. Повеселиться, потанцевать, пообщаться. Вот миллион действий, это все социально обусловлено. С детства вот это праздничное застолье. Что такое праздник? Это обжиралово. Алкоголь. Все планируют начать жизнь с Нового года. Как Новый год начинают? Планируемое пьянство и обжорство. Закупаются едой, алкоголем. Все, я Новый год опять не начал. Полное разочарование, чувство вины, и дальше все по-прежнему. Просто день сурка какой-то у нас получается. День сурка, действительно, мозг экономит энергию. Все привычки устойчивы. Если мы хотим поменять привычку, должна быть внутренняя мотивация. План действий. Определенная готовность испытывать негативные эмоции, пока ты перестраиваешься. Начинаешь худеть, меняться на правильное питание. Ты будешь испытывать голод, эмоциональные качели. Ты к этому готов. Ты понимаешь, что жить будешь дольше, часть болезни у тебя не возникнет. Серьезная мотивация. Ты просто запланировал что-то поменять. Два дня подержался, на стрессе сорвался, съел в пять раз больше. Все, я проклят, ничего не действует. Живем дальше. А нужна ли эта мотивация? Где ее взять? Как ее раздобыть? Мотивация – это внутреннее решение. Внутреннее решение терпеть какие-то неудобства ради отсроченного результата. Извините, сейчас нация быстрого дофамина. Давайте даже мы свое детство вспомним. Не было никаких фастфудов, быстрых доставок, рилзов. Все требовало усилий. Ты ходишь на секцию, тренируешься, получаешь удовольствие. Даже еду приготовить. В очереди в магазине отстоять. Потом приготовить. Это определенное усилие. Сейчас быстрый дофамин. Видео. Тик-ток, нейросеть тебе подберет, чтобы у тебя этот дофамин просто из ушей бил. Коротких роликов, чтобы у тебя мозг не включался. Аналитическая функция. Быстрое знакомство. Соответственно, быстрая еда. Готовить не надо, заказывай. Все, что хочешь. Самый дешевейший фастфуд в шаговой доступности. Точки продажи алкоголя, никотина, всего прочего. Тоже там не больше, я думаю, пяти минут добраться, если у тебя закончилось. Или тебе привезут. И вот непрерывно человек заливается этим дофамином. Естественно, снижается чувствительность рецепторов. И ты все равно будешь сползать в депрессию, в негатив. Но уже ничего не радует, что называется. Все есть. Ты сам обесценивал. То есть первое, что нужно сделать, это внутренне твердо принять решение, что все. Я готов, я хочу. А дальше план. А дальше совершенно верно план. План должен быть оптимистичный, привязанный ко времени, с точками контроля. Желательно какую-то совместную деятельность. Вот в семье худеем. Собственно, что я говорю. Вот эти продукты не покупаем. Даже если купишь на совместное решение, я просто выкину в помойку. Ревизия холодильника. Это очень важно. Это формирует желание меняться. Пошагово. Потому что еще какая идея по щелчку. Оп. Все, я контролирую свое пищевое поведение. Я контролирую свою зависимость. А что тогда будет? Как только ты это решишь, значит я могу чуть-чуть съесть или выпить. Продолжения не будет. Но вот это называется стартовое. Ты точно так же вернешься. Что делать в этот момент, когда случился срыв? Человек решил бросить курить, случилась стрессовая ситуация, взялся за сигарету. Решил бросить пить, снова стресс, вот тебе поход в магазин за алкоголем. Стрессанул, сделал. Как вернуться? Уже заложен определенный паттерн поведения. Что я на стресс буду применять психоактивные вещества или заедать. Эмоциональное заедание. Ты можешь сорваться. Действительно на пути выздоровления это надо допускать в своей картине мира. Да, я могу закурить или там выпить на каком-то мероприятии. Дальше я анализирую эту ситуацию, понимаю, что был срыв. Делаю все выводы и иду дальше. Либо признаю свое бессилие, иду к специалисту, мы уже индивидуальный план выздоровления. Пишем. Понятно, хорошо. Значит, первое, это внутренняя мотивация четко сказать себе, что вы решаете делать это, например, с сегодняшнего дня. Второе, мы составляем план и понимаем, что, возможно, этому плану мы будем следовать в течение какого-то времени. И третье, это понимать, что негативные мысли все-таки будут присутствовать. Еще какие будут страхи, тревоги, злость, стыд, вина при срыве. Вас просто будут разрывать негативные эмоции, на них запрета не должно быть. Да, я живой человек, я могу и раздражение, и гнев, и ярость испытывать, и усталость, и чувство голода. То же самое, да, чувство голода. Оно иногда острое, 20 минут потерпел, уже включились другие механизмы, оно притупилось, и можно, в принципе, до вечера. Но научиться хотя бы контролировать, чувствовать свое тело, не бежать за этим пирожком по первому позыву. Потому что быстрый дофамин, я не могу терпеть. Вот чуть-чуть затрясло, надо уже бежать, что-то в себя запихивать. Хорошо, но себя-то жалко. Жалко себя. Что в эти 20 минут делать? Есть какая-то конкретная техника? Основное, это отвлечь наш мозг. Как говорил Сеченов, допустим, если ты умственно работаешь, займись чем-то физическим. Элементарно, сделай какое-то физическое упражнение или подыши мне. Например, помогает дыхательная гимнастика Пострельникова. Я вот эти восьмерочки поделаю, продышусь, прям такая легкость, все нормально, я молодец, я не сорвался, дальше действую. Заодно тут и голосовой аппарат потренировал, и так мозг кислородом снабдил. У каждого должен быть свой ритуал переключения. Умственно, что-то там, может, себя отблагодарил каким-то действительно полезным роликом, интересным, что-то там, кусок сериала досмотрел, переключился. Поделал физические упражнения. Только не уходить в срыв. А дальше ты себя все лучше и лучше контролируешь. Ты чувствуешь тело, ты переходишь на здоровое питание, рассчитываешь там долгими углеводами, всем остальным, чтобы не было этих инсулиновых свечек, когда тебя трясет прям до жути. Это определенная технология. Но внутренняя мотивация, так жить нельзя. Я гибну, я набрал чрезмерный вес, у меня уже преддиабет, скачет давление, все, тупик. Друзья мои, внутренняя мотивация – это тот самый стержень, который поможет вам держаться за свою идею, за идею здравого смысла. Доктор, вы сказали, когда мы говорили о плане, что человек может обратиться к специалисту. У меня всегда, знаете, какой был вопрос? А ведь есть психологи, которые просят за прием 100-150 тысяч рублей. И всегда мне было интересно узнать, что они дают, какие они дают знания за эти деньги. Вот скажите мне, пожалуйста. Я думаю, что ничего особенного они не дают, просто здесь баланс спроса и предложения. Психологи все медийные, известные, очень много людей хотят к ним попасть. Они понимают, что физически поставив маленькую цену или что-то ты должен день и ночь принимать. Ну вот, можете вырезать. Михаил Лобковский, он так и объясняет, что у него 90 тысяч консультаций, потому что он уже устал консультировать. Он наконсультировался на всю оставшуюся жизнь, ему книги нормально, денег приносит, еще чего-то. Он просто не хочет. Ну, совсем уже отказывать он не может, поэтому вот ставит такую цену. Как правило, к сожалению, это инфо-цыгане, обманщики, которые демонстрируют шикарный образ жизни. И вот мы тебя научим. И там что? Высокая цена, быстрый результат и имидж-гуру. Человек показывает, что он очень дорогой, успешный. Часто это просто комбинированные съемки, как в фильмах. В реале там ничего нет. Есть даже шутка про инфо-цыган, что это вот миллионер, который бросил свой миллионный бизнес, чтобы научить тебя, как стать миллионером. Ну, на самом деле, когда мы включаем логику, становится очень смешно. Тогда давайте для наших зрителей топ-3 совета, как отличить хорошего психолога от психолога-шарлатана, психолога-инфо-цыгана и так далее. Таких психологов, которые нам точно не нужны. Отличить действительно именно по интернету очень тяжело, потому что сейчас и часть отзывов модерируется, и так же, как и негативные убираются. Образование тоже не гарантирует, что человек эмпатичный, готовый включиться, помогать. Как правило, человек должен иметь лицензию работать в медицинской организации, а не заниматься каким-то неизвестным онлайн-консультированием откуда-то с Бали. Так что ты даже претензии не предъявишь. Второй момент — это образование. Конечно, когда мы говорим о психологах, не курсы месячные, а базовое хорошее образование, чтобы он минимум 5 лет поучился в ВУЗе, имел диплом государственного, желательно клинического психолога, видел патологию, не заменял собой психиатров и все остальное. Ну и, конечно, первое обращение — возникает ли желание работать с этим человеком. Он эмпатичный, нормально сформированный запрос, потому что очень часто люди приходят без четкого запроса, не понимают, что они хотят. Ну, в ходе беседы можно выяснить, какие там слабые стороны, где человек фрустрирован, не удовлетворен своей жизнью. Кто-то любит детство ковырять, как психоаналитики, кто-то любит конкретные кейсы разбирать, как КПТ-терапевты. Ну, здесь уже полет направлений, он огромен. Главное — это вот эмпатия, включенность доктора, желание... Все-таки мы хелперы, помогающие профессии. Вот чисто формально, когда психолог там отсидел свои часы и все, там, минута в минуту, все, до свидания, ну, это расстраивает, это не настраивает на работу. Ну, русский человек-то как у нас устроен? К психологу он, наверное, пойдет в последнюю очередь. Сто процентов. Да, в последнюю очередь. Он подумает, ну, ладно, как-нибудь сам справлюсь, а счастливым-то хочется быть прямо сейчас. Счастье — это внутренний выбор. Вот, о счастье хочу поговорить с нами. Там нет внешних критериев. Ты можешь быть несчастным в супердорогом дворце, ожидая, что у тебя это через минуту отнимут. У меня есть богатые пациенты, я считаю, что это самые несчастные люди, которых вот деньги просто уничтожили. Тогда давайте поговорим вот о чем. Как вы считаете, что мешает современному человеку быть счастливым? Топ-3 таких антифактора для счастья. Это быстрый дофамин. Все-таки дофамин — это go-get, это усилие, помноженное на время, тогда ты ценишь этот результат. Не быстрый секс, а какие-то отношения, романтика, любовь. Я не постесняюсь этого слова. Конечно, когда ты сидишь в киберсексе или быстрое знакомство, ну, там пресыщение наступает минимально, и человек в сексоголизм прыгает на раз-два. То же самое с едой, когда ты обжираешься, глютамат, быстрые сахараты и здоровье теряешь, и все. Вот, ну, обезьяна не была предусмотрена вот к такому изобилию. Надо было выживать, стараться, каждая калория требовала больших трат энергии. Вдруг мы получили супер уровень цивилизации? Если мы посмотрим по депрессии, Америка, Северная Европа, Япония — самые богатые страны, самый высокий уровень депрессии. Какая-нибудь Африка, где если ты чистую воду нашел, уже человек счастлив месяц. Просто доволен, и все хорошо. Не связано это ни с экономикой, ни с уровнем цивилизации, ничего. То есть внутренний выбор, гармония с самим собой. Когда твои действия имеют нормальное отражение в реальности, приводят к результатам, но не быстрым. Ты что-то планируешь. У кого-то ценность семья, ты в это много вкладываешь. Кто-то хочет развиваться профессионально, кто-то вклад в цивилизацию носить, кто-то эту цивилизацию поддерживать. Уже определись, что для тебя ценно. По каким критериям ты будешь считать свою жизнь успешной. И двигайся в этом направлении. Но допускай, что не прогулка по полю изрос, могут быть ошибки. Но даже здесь ты молодец, ты смелый, ты попробовал, туда полез. Не воспринимай это как ошибку, а как отработку варианта. Как такой дерзкий вызов. И все, нормально, двигаемся. То есть вот этот план, который мы сформировали с вами в самом первом ответе на первый вопрос, внутренняя мотивация, определенный план, и понимаем, что мы не гуляем по полю изрос. Он помогает в целом пожить. Готовка ко всему, у тебя максимально гибкое мышление, что там друг предаст, изменится экономическая обстановка, еще что-то. Очень бы не хотелось, но в твоей картине мира это есть. Это не будет для тебя шоком. Понимаете? Я понимаю. Между событием и нашей реакцией лежит наше решение, как мы будем на это реагировать. Если все драматизировать, ай-яй-яй, меня предали, ну ты тоже доверился там чрезвычайно, как-то не видел обратной связи, всегда есть определенные маячки, не видел, что ты там у человека зависть вызвал, или еще что-то, почивал на лаврах. Ну вот результат. В следующий раз будешь осторожней, будешь в тщательной выборе друзей. К примеру, мы все время учимся. Они превращают это, людей современных, в тревожников таких. Знаете, мне кажется, это вообще проблема 21 века. Мы же все тревожимся постоянно обо всем. Даже иногда полезно от начальника получить негативную связь, обратную. Это коуч, считайте. Он способствует личностному росту. Это все наши учителя. Даже последний хейтер иногда может сказать какую-то ценную вещь, желая тебя обидеть, способствовать тому, что ты на ситуацию посмотришь, с другой стороны скажешь, ну да, наверное, здесь есть определенная логика, вот этот, тут надо доработать. Вот не первый раз, кстати, замечаю, когда врачи, именно психиатры, говорят слово коуч, они начинают очень сильно смеяться. Но по большому счету сейчас это модно, сейчас у всех успешных людей есть коучи. Вот, и успешный успех вместе с коучами приходят, как многие, на самом деле, зрители наши думают. Нужен ли коуч для того, чтобы человеку стать успешным? Как считаете вы, Василий? Если честно, вот брать древние все модели, когда действительно учитель основал школу, вокруг него ученики, он является моральным авторитетом, своей жизнью показывает. Вот такая передача опыта от человека, имеющего достижения, это очень круто. К сожалению, сейчас очень масса людей, большая, объявляет себя коучами, не понимая вообще, что это такое. Ну, я там буду менять людей, учить их каким-то технологиям. Есть проблемы психотерапевтические, которые надо с психологами, с психотерапевтами прорабатывать. Есть психиатрические, там где даже и доктор нужен с таблетками, если человек добегался до депрессии, а все остальное, ну, если чувствуется потребность в этом наставнике, ну, на мой взгляд, любой наставник, это определенный тоже перенос ответственности за свою жизнь на другого человека. Что-то конкретное не получается, да, можно проконсультироваться, но все время с этим костылем ходить, что какой-то наставник мне подсказывает, что я должен делать, это определенная вот личностная безответственность, нежелание, а рост это всегда взять на себя ответственность, выйти из зоны комфорта, мне будет плохо, я ошибусь, там не всем людям понравится, возможно, я потеряю деньги, но я попробовал, а когда начинает получаться, ты ловишь этот поток, тебя, что называется, прет, там какие коучи, они тебя просто не догонят. Очень классное выражение, сейчас услышала, добегался до своей депрессии, и хочется перейти именно к этой теме, тема большая, тема непростая, тяжелая, да, многие люди до сих пор не могут понять, где же разница, где та граница между плохим настроением и депрессией, давайте поговорим об этом, в какой момент человек должен понять, что все он самостоятельно не справляется? У нас есть диагностические критерии для депрессии, когда мы говорим именно о плохом настроении, это называется негативный фон настроения, большую часть дня, минимум 2 недели, от 14 дней, неситуативно, девушка ушла, начальник поругал, я не знаю, водка кончилась перед тобой, последняя бутылка, мы понимаем, что тут есть причина, негативное реагирование, есть люди застревающие, может и несколько дней это в голове крутить, ничего страшного, поэтому разные опросники, по БЭКу, по баллам мы оцениваем, степень депрессии, еще нужно понимать, что психиатрия, такая наука, в основе диагноза лежит психический статус, это всегда беседа с психиатром, мы не можем засунуть человека в томограф, и увидеть там депрессию, сейчас в связи с интернетом, очень много пациентов, они начитаны, мне человек говорит, что он не утратил удовольствие от привычных вещей, а что у него ангидония, я уже понимаю, что он готовился, изучал симптомы, но они же тревожные, как раз наши пациенты, нечего мне жизнь облегчать, да, примерил их все на себя, решил, что у него депрессия, поэтому я просто должен этот факт зафиксировать, он уже, ему все ясно, с собой, а психиатр как бы не нужен, но нет, это так не работает, помимо вот негативного фона настроения, самое страшное при депрессии, на мой взгляд, это негативное обобщение, я ничтожество, я не достоин любви, ничего хорошего не будет, ничего хорошего в прошлом не было, человек настолько фиксирован вот на плохом, мы знаем, что там 10-12 процентов суицидов, он настолько накручивает, обесценивает свою жизнь, вот депрессивного пациента видно от двери, вот эту потерянность, тоску витальную, что вот лучше бы вообще умереть, чем тут к этому доктору ходить, поэтому когда красивые, накрашенные на каблучках, веселые, приходят мне рассказать про депрессию, многие же еще за антидепрессантами, приходят у них иллюзии, что это таблетка счастья, я говорю, нет показаний, хотите, давайте там на психотерапию какие-то кризисные вещи проработайте, мне говорят спасибо, потом выходят, пишут отзывы, доктор некомпетентный, не разбирается в депрессии, ну, мой принцип, да, феназепама не дал, негодяй, ну, у меня принцип не навреди, на первом месте, я не буду назначать лечение не по показаниям, тем более психотропные препараты, вот извините. Таблетки счастья, о них тоже важно поговорить, люди приходят в аптеку, продают же им до сих пор, мне лично продали, без рецепта, все хорошо, а многие по полгода сидят на тех же антиневротических, назовем это так, препаратах, давайте об этом поговорим, в чем опасность, во-первых? К сожалению, очень разрекламированы антидепрессанты, я могу честно сказать, что даже когда речь идет о депрессии, они в 30% случаев не действуют, вот хоть убейся, 10 схем, меняем дозировки, все, депрессия прогрессирует, очень тяжелые пациенты, годами мучаются, поэтому сила антидепрессантов переоценена в разы, это не является таблеткой счастья, так же, как и наркотик не является таблеткой счастья, потому что мозг моментально перестраивается, и включается обратная связь, уменьшается количество рецепторов, ферментов разрушающих, нейромедиаторы, и ты там это счастье будешь чувствовать по копейке, ровно пока действует вещество, а рикошетом на следующий день у тебя будет паранойя, депрессия умноженная на 10, апатия, когда нету сил пошевелиться, поэтому вот эти все самоназначения очень легко схватить по бочку, очень легко влететь в этот ребаунд эффект, когда пойдет рассогласование работы мозга и дисбаланс нейромедиаторов, поэтому сто раз сказал, ну вот не занимайтесь самолечением, врачи-психиатры, это единственная категория специалистов, которые имеют право ставить психические диагнозы и назначать лечение, и все очень серьезно, и мы несем за это ответственность. А рамошка помогает, кстати? Зверобой, продырявленные все эти успокоительные сборы, да, когда есть легкая симптоматика, почему нет? Тут, как всегда, будет 50% плацебоэффекта, что человек почитал, то, что на коробке написано вкусного, чайку попил, успокоился, он принял меры, и, скорее всего, если ничего серьезного нет, будет все нормально. А если еще чаек конфеткой закусить? Конфеткой сладенькой закусил, или хорошим куском торта, серотонин начал бить из ушей, и вообще уснул довольно счастливый. Отличный рецепт. А расскажите нам, пожалуйста, что происходит за дверью врача-психотерапевта? Вот приходит пациент, пациент с депрессией, да, вы понимаете, что вы действительно ему можете помочь. Алгоритм этой помощи можете описать? Я должен отметить один важный момент. Если депрессия стоит, такой диагноз, обязательно должна быть еще консультация психиатра, ну, многие психотерапевты с правом выписки рецептов. Здесь нужна медикаментозная поддержка, потому что депрессия – это очень тяжелое состояние. Те, кто не переносил, не поймут. Ну, отчасти я это описал. Очень самоуничижающие мысли. Сил нет, все плохо. И люди докручивают себя до такого, что смерть – это вот такой желанный выход, просто счастье. И совершают суициды на раз-два. Поэтому с этим не шутят. Это обязательно должно быть медикаментозное сопровождение. Некоторых я даже госпитализирую на подбор терапии, потому что бывает, что, допустим, норадреналин повысится, энергия появится, а негативные мысли еще не ушли. И вот человеку хватает сил, чтобы что-то с собой сделать. Поэтому очень важно в условиях стационара, мы видим, динамика пошла, дальше действительно это психотерапия. Мы понимаем, если это не эндогенная депрессия, там очень тяжело работать психотерапевтически. Если это какое-то реактивное состояние, мы понимаем вот этот психотравмирующий фактор, личностные особенности, детские травмы, родительские послания, как вот этот вот пазл сложился у человека в голове, что он обесценил всю свою жизнь, будущее, все. И потихонечку начинаем работать именно на уровне убеждений. Вот я там ничтожество, кто тебе это говорил, все ли так считают. Давай приведем примеры десяти человек, которым ты очень важен в этой жизни, которые будут переживать за тебя. И так потихонечку человек вдруг понимает, что то, что он себе выдумал, находясь в этом негативе, вообще никак не бьется с реальностью. Но это одна из методик, я просто привел пример. Запрос будет, мне очень плохо, я жить не хочу, помогите. И дальше уже мастерство психотерапевта. Но в лучшем случае это хороший вариант события, когда человек самостоятельно приходит к доктору. Многие люди это воспринимают как будто на него прям реальный ярлык, какой-то стигму поставят, что он сходил к психиатру. Все там, как на учет поставят, заколят препараты в овощ, превратят, ну вот эти мифы, у меня отдельное видео про все эти мифы, какие мы тут сидим, гестаповцы, просто ждем, когда бедолага переступит через порог, чтобы максимально осложнить его жизнь. Тут переживаешь за каждого пациента. Все эти принципы базовые, не навреди. Очень хочется дать человеку результат. Иногда прям выкладываешься, выворачиваешься наизнанку. Откуда такая идея, что вот психиатр должен быть последний в этом списке? Близкий человек, родственник, видит, что нужна помощь, говорит, давай я с тобой схожу по-хорошему, по-доброму, через любовь. Человек не хочет. Как помочь близкому человеку преодолеть вот этот кризис? Действительно бывают ситуации, когда невозможно вытащить ни под каким предлогом, поэтому, допустим, у меня развита служба выезда на дом. Иногда даже психиатр косит подневролога, чтобы человек не нервничал, хотя бы поговорил, согласился пить таблетки. Бывают такие тяжелые ситуации. Бывают еще ситуации с психозом, когда измененные отношения с реальностью, там нужна недобровольная госпитализация, потому что человек опасен для себя и для окружающих. Как правило, все-таки это называется и в наркологии интервенция, когда вся семья садится и говорит, знаешь, что мы тебя безумно любим, мы видим, как ты мучаешься, как ты устал. Поехали к доктору. Нет сил, доктор приедет домой, ты очень важный, значимый член семьи, нам больно смотреть, давай будем лечить. Это если мы говорим о тяжелой депрессии, тяжелых таких состояниях, когда действительно без медицинской помощи не обойтись. Ну а все-таки, если депрессия легкая, если просто вот у любимой сестры ушел там любимый человек, да вот хочу я ей помочь. Это жизненный кризис. Как это? Как помочь? Надо отгоревать, отстрадать, да. Опять мы работаем на уровне убеждений, потому что часто при разрыве человек берет на себя вину. Но это решение обоих. Вот я должна была быть лучше, там больше внимания уделять, следить за собой. Вот не раскручивать эту тему, не вгонять в себя депрессию. Вы взрослые люди, отношения исчерпались, вы приняли решение, или может быть человек как-то нехорошо поступил, там сбежал из отношений. Другие отношения. Каждый отвечает за свое. Все уже случилось. Это факт надо принять, провести работу над ошибками, двигаться дальше. Можно посмотреть какие-то родительские послания, что там кому ты будешь нужна, держись за мужика до последнего, прочие-прочие прекрасные вещи, которые девочкам внушаются. Можно с этим поработать, можно с ее психоэмоциональным состоянием, в моменте, вот посмотри вокруг, наверняка много мужчин, которым ты нравишься, вот может быть там на свидание сходить, пообщаться, да и я иногда даже так немножко провокативно говорю, ну дай другим мужикам шанс вообще, что они страдают, и вот человек как-то самооценочка-то возвращается, поэтому все очень индивидуально. Ну то есть побыть таким психологом для близкого человека в течение какого времени? Можно это делать? Критерий-результат. Если нет сопротивления, человек общается, изливает душу, мы видим, что ему легче, что он меняется, он потихонечку вот это свое горевание преодолевает, уже встраивает это в какой-то позитивный опыт, да пожалуйста, сколько надо, столько общаться, поддерживать, это твой близкий человек, родной, друг. В этом смысл дружбы, что не только, когда хорошо тусоваться, а поддерживать, когда плохо. Хорошо, а почему тогда человек, который в кризисе, постоянно хочет проваливаться в этот кризис, он ищет информацию по поводу этого негативную, он общается только с теми людьми, которые поддерживают его негативный настрой. В чем вот эта причина? Это опять же наш мозг нас обманывает? Конечно, конечно. Мы очень плохо расстаемся с убеждениями. И под каждое убеждение надо подогнать базу, найти подтверждение. Ну, человек игнорирует информацию, которая этому противоречит. В этом, собственно, один из смыслов психотерапии, когда ты даешь принятие, расширяешь, именно кругозор говоришь, ну, разве так всегда было? Ну, разве все тебя не любят? Ну, разве кто-то тебе сказал в лицо, что ты плохой человек? А когда он зафиксировался, да, я плохой, неудачник, кризисы, конечно, он найдет какие-нибудь депрессивные паблики, будет слушать плохую музыку, читать негативные новости, благо большой брат же видит, что ты в интернете ищешь, он тебе накидает в 10 раз больше, чтобы ты там сидел, чтобы рекламу продавать, поэтому все, круг замкнулся. Конечно, в депрессии ты только черная, только плохое. Хорошие новости вообще не нужны, они не воспринимаются. Но если мы говорим о том, что человек только самостоятельно через внутреннюю мотивацию оттуда может выйти, как же ему с этого дна-то подняться, если у него там только черное, получается, что все, света белого нет больше? Где найти вот эту точку опору? Вот у меня какой вопрос. Где найти ее? Точка опоры всегда внутри. В нас самих внешняя референция работает очень слабо. Я всегда и к пациентам обращаюсь. Ну, хорошо, поставьте себе, допустим, какой-то временной интервал. Я вот осознал, что у меня плохое состояние, я в кризисе. Сколько ты готов самостоятельно его преодолевать? Неделю, две, как это? Сколько ты хочешь помучиться? Устал? Ну, приходи к специалистам, мы поработаем. Уже требуется помощь, эксперты, мы все равно будем твои внутренние ресурсы вытаскивать, мы свои ничего не передадим. Это исключено, но именно подтолкнуть, помочь, поддержать, где-то назначить препараты, чтобы стабилизировать состояние, ну, разорвать вот это порочное мышление, где человек решил, что все плохо, ничего хорошего не будет, кризис будет вечным, дальше будет хуже, ну, можно до такой психосоматики себя докрутить, вплоть до инфаркта. Вот давайте тогда так, от общего к частному перейдем, предположим, нас смотрит сейчас человек, который говорит, да легко им говорить, я вообще в этом кризисе уже 20 лет. 20 лет, он может любит кризис, он может мазохист, но 20 лет это явный перебор. Представьте себе, это взрослый мужчина, допустим, среднего возраста, да, лежит он на диване, не интересно его ничего, вот три совета, которые Василий Шуров дал бы этому человеку, как прямо сейчас ему встать и начать действовать, если ему все уже надоело и ничего ему не помогает. Ну, первый совет я уже озвучивал, сколько вы еще готовы так пролежать, поставьте себе границы, да, до пролеживания дивана, до пролежни на теле, до того, как кончится последняя копейка и есть нечего станет дома или все родственники уже сбегут, схватившись за голову. До конца жизни он ответил, предположим. До конца жизни. Проанализировать, провести ревизию своей жизни, все-таки понять, в чем была миссия, что было хорошего, что было воодушевляющего для меня. Я ни за что не поверю, что вся жизнь была какой-то негативной, не было теплых, значимых фигур в поле, не было какой-то родительской любви ни капли, ничего такого не было хорошего, за что можно зацепиться, чтобы немножечко к этой реальности прилипнуть, перестать ее обесценивать. Вот обязательно лежим. При депрессии я еще должен сказать вот такой феномен, ну, я имею право так говорить, потому что я сам сталкивался с депрессией, переживал ее, действительно у тебя очень обостряется память, но, к сожалению, память на все плохое, вот она такая, ты можешь все плохое вспомнить до детства, а все хорошее отваливается. Плюс, когда у тебя отпадает этот страх смерти, это тоже такая особенность депрессии, ты смерти не боишься, она прям вообще очень желательна в депрессии, ты очень жестко себя судишь за все, у тебя нет ни одного аргумента, почему ты так сделал, ты вот признаешь себя самым плохим человеком на земле. вот здесь каждое событие проанализировать, все-таки понять, как оно складывалось, какие были внешние причины, какие у тебя были варианты, особенно, когда мы говорим про детство, про подростковый период, когда человек этот опыт получает, многие вещи не может предвидеть, а эти ошибки тянутся оттуда, и человек решает, что он плохой, недостойный, какие-то внушения от значимых людей, это все такой балласт, который нужно проанализировать и честно признать, что хорошего тоже было очень много, и хороших людей гораздо больше, чем плохих было в моей жизни, с чего я вдруг решил, и я очень много добра сделал людям, надо уже двигаться, шевелиться, потихонечку, третий принцип, маленьких шагов, сегодня я там сходил в ванную, умылся, там что-то подумал, что бы мне захотелось съесть, что я давно не кушал, там какой-то фруктик попробовал, помог соседке сумки донести, например, помог соседке сумки донести, пионером поработал, перевел ее через дорогу, даже сведения надо было, но вот маленьких шагов, по чуть-чуть, не решать, что тумблер в голове переключится, и я вскочу бодрым, полным сил, по чуть-чуть, на мотивации, вот дофамин, гоу гэт, не сразу дофамин, а я сделаю, потрачу время, и вот он по чуть-чуть впрыснется, понемножечку начать двигаться. То есть вот они, друзья мои, три правила, все идет из глубины ваших чувств, помните об этом, пожалуйста, вы всегда можете оттуда достать все, что вам необходимо, ваши положительные эмоции, ваши встречи с добрыми друзьями, да, опять же, можно обратиться к человеку, которому ты доверяешь, и сказать ему, мне плохо, помоги мне, я не знаю, что мне делать. Фигура уже человек умер, вот бабушки светлые, какая-то память предков, это все реально работает, когда ты обращаешься к роду, к бабушке, которая тебя воспитала, вспоминаешь эти светлые моменты из детства, вот прям чувствуешь, как комната светлее становится, мы просто это все загнали, уже не ценим, у нас гонка потребления, надо это схавать, то захватить, там, а на самом деле все внутри, в нашем опыте все есть, любые инструменты. Друзья мои, мне кажется, что у каждого человека в жизни бывают такие события, когда вроде не очень хорошее настроение, да, но ничего страшного, можно же дать себе погрустить иногда, конечно, все эмоции нужны, и гнев не надо сдерживать, и где-то надо человеку обратную связь дать прям, может быть, и голос повысить, все, что вы загнали внутрь, будет вас разрывать, это не закрытый гештальт, это может очень долго проявляться в разных... Вот все тревожники, которые вечно сдержанные, слово поперек не может, не могут сказать, даже на уровне мышцы, они все забиты, сплошной спазм, вот я говорю, дотронься до трапециевидной, как тебе нравится ощущение, там видно, она вся в триггерах, вся болезненная, все внутри, он в панцире, весь мир опасен, все люди нехорошие. Но смотрите, здесь же тоже может быть другая крайность, когда мы человеку разрешаем любые эмоции, он говорит, ну ничего, я тут так чувствую, значит, я буду так себя вести, он превращается в эгоиста. соответствует контексту, если человек какие-то претензии предъявляет необоснованно, ему в жизни люди дадут обратную связь, значит, что ты тут истеришь, не надо, все нормально, он хоть не сдержался, и все дальше живем. А если обоснованные, ну значит, люди это учтут, его интересы не пострадают, он не будет жрать себя изнутри. Не надо, да, нас учат в садике, в школе, социум, терпим, молчим, начальник, должностные инструкции, все прочее, но иногда очень сильно идет в разрез, и с внутренними убеждениями, и с ожиданиями, вот все молчуны, терпельщики, это путь к инфаркту в 40 лет. Как экологично тогда свои эмоции проявлять, Василий, давайте советуем. Ну, естественно, в рамках не противоречивающих уголовному кодексу, никого не убивать, не насиловать, не мотивировать, в общественных местах, но вот ты чувствуешь эмоцию, первое, это понимать свои эмоции, да, очень часто, вот почему заедание, человек не чувствует, грусть, раздражение, еще что-то, ему кажется, что это голод, надо идти там наесться, или алкоголику, что надо сделать, выпить. Уже первое, важное осознание, об негативной эмоция, какая мысль за ней стоит, что меня затригерило, там начальник, дорожная обстановка, жена что-то мне предъявила на ровном месте, понял, какое мое убеждение пострадало, вот в мои комплексы попала, самооценка, мое доверие к этому человеку, он что-то такое сделал, что я не ожидал, вот всю эту цепочку прокрутил, идешь спокойно объясняешься, вот наши классические я послания, когда ты не предъявляешь человеку за его характер, а за конкретную ситуацию, когда ты делаешь что-то, то-то, я испытываю вот очень негативные эмоции, которые мне тяжело осваивать, поэтому, пожалуйста, если ты там ценишь, уважаешь, не делай так больше, нормально же, мы на личности не переходили, мы обсудили конкретную историю, и там дальше будет ясно, человек тебя ценит, он свое поведение поменяет, или человек какие-то преследуют другие цели, он продолжит, ну, соответственно, уже другие инструменты достаем. Контакты психотерапевта, да? И напоследок, одно правило от Василия Шурова, которое изменит жизнь к лучшему. Пейте чистую воду в больших количествах, не допускайте обезвоживания, это шутка, я думаю, что я его озвучил, на мой взгляд, вот счастье внутри, нет внешних причин для счастья, счастье это наше внутреннее решение, понять свой путь, в чем реализация, жить в гармонии со своими представлениями, как я некоторым пациентам говорю, вот ты в конце жизни по каким критериям будешь считать, что ты прожил счастливо, успешно, вот сформулирую их сейчас, чтобы потом не грустить, что ты жизнь потратил мне на то, не на тех, а вот хотелось то, это, все откладывал на пенсию, а к сожалению у нас старость, это состояние, когда каждый следующий день хуже предыдущего, вот у тебя ты полон сил, энергии и ресурсов, действуй сейчас. Согласны ли вы с нами, друзья, или у вас есть другие рецепты вашего личного счастья, пишите об этом в комментариях, не забывайте подписываться на наш канал, меня зовут Елена Войцховская, я медицинский журналист, в гостях у нас сегодня был психиатр, психотерапевт Василий Шуров, доктор, большое спасибо за полезные, ценные советы, берегите себя, любите себя, увидимся, пока.